Всем привет, это Радиус. Мы продолжаем прохождение игры X3 Рассвет Альбиона. Мы в сплитских секторах Борода Турука. И сейчас я планирую немножко прервать наш сплитский вояж по секторам. Дело в том, что нам нужно разобраться с нашими учениками-торговцами, почему они так долго прокачиваются. Все еще снабженец. Я хочу сделать следующее. Я хочу оттащить нашу школу торговцев, фабрику Биогазы, чуть-чуть подальше от солнечных электростанций. Ну как, как можно дальше от них. Чтобы наши торговцы занимали больше времени у них в пути проходило. Мне кажется, все-таки уровень торговцев прокачивается в зависимости от пройденного им времени. в пути. А не от количества торговых операций, которые они совершили. Поэтому сейчас всех школьников наших садим на станцию. Стрековка разрешена. Команда принята. Стрековка разрешена. Команда принята. Так, все посажены. Этот еще куда-то полетел. И следователь покупать товар батареи тоже его возвращаем. Стрековка разрешена. Для того, чтобы нам оттащить нашу станцию, нам понадобится силовой луч. На нашем кентавре есть определители лучшего покупателя и продавца? Нет. И корабль кентавра нам понадобится. Он единственный в нашей собственности, который поддерживает этот лазер силовой луч. Так, поддерживает, да. Поддерживает. У главной турели у него ставится силовой луч. Значит, тогда купим мы силовой луч с помощью Сомика, как водится. А кентавр, он у нас неизвержение безбожника по ванпостам мотается. И здесь ничего интересного нет. Тогда батарея у него есть. Отправляем его в сектор с нашей фабрикой. Поближе в южные врата. Поближе к фабрике. А Сомику попробуем отдать команду пополнить припасы кораблей. Так, кентавр, сейчас дождемся. Да, наш кентавр. Лазеры. Силовой луч есть, интересно, у нас доступен. Нету. Ничего себе. Вот это да, нам еще и силовой луч сейчас не найти. Давайте посмотрим тогда энциклопедию. Дополнительно общие команды. Какие же общие команды? Энциклопедия. Лазеры. Силовой луч нам известен? Известен. Силовой луч был изобретен для перемещения станции без использования. Доступно в известных ангарах. Док оборудования Джонтферка. Ничего себе. А кто у нас производит-то? То есть мы еще не знаем, фабрики не изучили, где продаются силовые лучи. А кто у нас силовой? Какая раса-то у нас производит силовые лучи? Сплиты? Но мы у сплитов уже много секторов изучили. Вот это проблема, нам еще силовой луч не найти. В дуке оборудования Джонтферка явно нет силовых лучей, потому что программный модуль снабжения нам бы тогда выдал, что этот лазер нам доступен для покупки. Силовой луч. Ничего себе. А где же его искать? Ребят, сплитские сектора мы более-менее... Ну как, голопом по Европам изучили, конечно. Где-то мы могли и пропустить. Но силовые лучи, наверное, все-таки не у сплитов, а у паронидов. Но паронидов мы тоже хороший анклав секторов изучили. И неужели здесь нет фабрики силовых лучей у них? Где же эту фабрику нам искать? У баронов? Баронский анклав секторов этот у нас изучен. А остальные? Вот это, блин, проблема, что придется откладывать или наших торговцев, учеников, переводить все-таки на комплекс. Давайте все-таки, наверное, на комплекс наших торговцев переведем. А школу потом мы отодвинем, когда найдем силовые лучи. Потому что торговцев нам... нам нужны торговцы уже. У нас уже транспортные корабли простаивают просто-напросто. Я бы даже, наверное, просто запустил наши транспортники, чтобы они стандартными уже... По стандартным программным обеспечениям... Чтобы они тупо закупали товар. А коммерческие агенты распродавали, наверное. Так, наверное, запустить, да? Мне кажется, да? А что ждать-то? У нас прибыль-то... Маловато? Так, как же поступить-то? Сейчас подумаем. Начать коммерческую деятельность. В базе данных у нас в пакетах продажи и покупка сохранены. Поэтому, значит, этот транспорт у нас будет закупать батареи. Торговые. Начать коммерческую деятельность. Списки товаров. Список разрешенных значений. Батареи. А этот у нас будет закупать труду. Торговые. Начать коммерческую деятельность. База данных. Загрузить пакет. Покупка. И списки товаров. Разрешенные товары. Батареи. Вот так вот. Торговые условия. Покупатель. Покупать до полного трюма. Промежуточные продукты. Да, пожалуй, вот так. Сейчас все проверим настройки прыжкового двигателя. Почему нет? Автопрыжок нет. Странно. Ну-ка. Начать коммерческую деятельность. Исправиться настройки прыжкового двигателя. Эй! Что за дела? Он что-то вез, наверное. Руду продавал. Блин. Надо было подождать, пока он руду продает. Тогда это второй покупатель, бай. Бай 2 будет у нас. Меркурий. А этот тогда бай 1. Чтобы они сортировались нормально. Приют торговца, и он идет пешком, да? Нормально. Хорошо. А что пошло не так? Торговая, начать коммерческую деятельность. Почему у нас такие настройки дурацкие? Настройки прыжкового двигателя. Автопрыжок, конечно, да. Минимальная дельность автопрыжка 0. Что-то у нас тут настройки сбились все, блин. Торговая, начать коммерческую деятельность. Настройки прыжкового двигателя. Восстановим значение по умолчанию. Вот так вот. Ноль. Торговая, начать коммерческую деятельность. Настройки прыжкового двигателя. Ноль прыжков. Все. Теперь у нас наследуются настройки из консоли корабля. И мы сохраним этот пакет. Это у нас будет покупатель, да? Торговые условия. Покупатель. Покупатель промежуточных ресурсов. Сохранить пакет. Покупка. Так. Начать коммерческую деятельность. Все, сейчас я надеюсь, он прыгать будет. Да, действие прыжок. Отлично. Хорошо. Не успел он продать труду, но ничего страшного. Пока ему просто стыковаться к нашему комплексу. Отдадим команду. Все, он возьми с дикоролевы, стыковаться с комплексом. Выгрузим руду. Так, а этих торговцев у нас как со складом там? Батареи закуплены, руда закуплена много. Поэтому отправляем. Это у нас будут продажники два. Они полностью готовы, полностью оборудованы всем. На этом есть даже одна импульсная пушка. Это у нас будет продажники. Sell. Руда. Этот будет продавать труду. А этот будет sell бат. Этот будет продавать батареи. Торговый, начать коммерческую деятельность, списки товаров. Так, этот у нас по батареям работает. Бай не один, а бай бат. Бат, батареи. А этот будет продавать труду. Руда на нем. Да, этому, этого пошлем. Продавать руду. А не батареи. Покупать. Конечно же покупать. Все. И называем его бай. Руда. Все. Наших торговцев перенастроили. Закупщик батареи, закупщик руды. Продавец батареи, продавец руды. Соответственно, этим торговым кораблям, которые у нас еще без коммерческих агентов, отдаем автоматическую команду, торговые. Так, стоп. У них база приписки не назначена. Конечно же, назначаем базу приписки этому кораблю. Этому продавать батареи торговые, продавать по лучшей цене батареи. Команда принято. И этому рудному торговые продавать по лучшей цене руда. Команда принято. Так, с этими разобрались. Теперь с нашими учениками. Меняем базу приписки. Базу приписки у них меняем. Что-то у нас идея с этой, с фабрикой, школой как-то не прошла. Как-то она неэффективна оказалась. У всех четырех меняем базу приписки на наш комплекс. Учиться они тогда все-таки на комплексе будут. Не знаю, как они эффективно или нет будут учиться. Я надеюсь, что эффективно. Так. Торговые. База данных. Загрузить пакет. Школа. И начать коммерческую деятельность. Торговая база данных. Загрузить пакет школа. И начать коммерческую деятельность. Также и у остальных. Команда принята. Команда принята. Так. Проверим настройки. Торговые условия. Покупка ресурсов. А, батареи-то у нас тут промежуточный продукт. А, батареи тут у нас уже промежуточный продукт. А ученики промежуточным продуктом торговать не могут. А что у нас на комплексе ресурс? Боффу и кристаллы. Боффу пусть тогда они возят, что ли. У них... У нас все истребители с разрывом... С трюмом М. Луни-агрессор. Малый контейнер С. Не канает уже луни-агрессор. Малый контейнер С. Луни-Рейдер тоже не канает. Фуджин. Контейнеры М. И исследователь контейнера М. У нас только два корабля, что ли, смогут ресурсы закупать Боффу. Ничего себе. Ладно, пусть они Боффу закупают. А где у нас Боффу? У нас радиус торговли Тоноль у них выставлен, да? Блин, вот это головная боль. Вот это головная боль. Но ничего, мы сейчас как-нибудь там... Боффу у нас что производит? Какие фабрики? Лаборатория Боффу. Вот, радиус у них нужно в один сектор установить. Торговая, начать коммерческую деятельность. Параметры базы приписки. Точный... Блин. Точно не 9 прыжков. Один прыжок. Нет. В радиусе двух секторов пусть торгуют. И это нужно записать. Базы данных. Сохранить пакет. Школа. Эту настройку надо сохранить обязательно. Также исследователь настроим. Торговые. Параметры базы приписки. Два прыжка, конечно же. А эти у нас нечем торговать. Вот этим двум торговцам получается. Но снабженство надо как-то докачивать. А что он у нас будет стоять получается? Сидним просто. Тогда этих все-таки возвращаем на школу. Пли. Вот это да. Торговые. Начать коммерческую деятельность. Базы данных. Загрузить пакет школа. Начать коммерческую деятельность. И это тоже. У меня тут одна идея есть. Торговые. Начать коммерческую деятельность. Базы данных. Загрузить пакет. Школа. Начать коммерческую деятельность. Параметры базы приписки. Ноль прыжков. У меня тут некоторая идея возникла. Во-первых. У базы нашей школы радиус прыжков 3. Поставим. 3. И запретим солнечные электростанции в этом секторе. Точно надо было это сразу сделать. Нашим торговцам. Кентавр-то зря сюда привели. Ладно, пусть на электростанцию идет. Загрузка разрешена. Команда принята. Запретим. Сделаем этот сектор запрещенным для торговли. Нашим школьникам. Да, наши полетели закупать бофу. Назначение в гавани королевы. Сейчас будут летать наши два вот этих ученика. Будут летать в соседний сектор в гавань королевы. Забофу закупать. А вот эти два на фабрике биогаза будут летать, закупать батареи тоже в гавань королевы. Сейчас мы их перенаправим. Каким образом? Мы им сейчас запретим торговать. Исключение. Запрещенные сектора. И добавим сектор в светилище коррупции, чтобы они не летали на соседнюю электростанцию. Вот так будет торговая, начать коммерческую деятельность, исключение, запрещенные сектора. Светилище коррупции. Вот. Ну. Торговая и перезапустим, начать коммерческую деятельность. Еще проверим радиус торговли. Настройки прыжкового двигателя. Нет, не параметры базы приписки. Да, два прыжка. Полетят они? Назначение. Да, летят в гавань королевы. Все, сейчас они закупаться в нашем секторе не будут. Они долго будут лететь. Через два сектора, через возмездие королевы в гавань. Королевы на солнечной электростанции в пути будут много времени проводить. И, надеюсь, прокачаются гораздо быстрее. Вот, надо было сразу и у этих так сделать. Но эти пусть Бофу тогда закупают, что ли. Для, ну так, для разнообразия. Что ж, ладно, с торговцами разобрались. Силовой луч нам пока не нужен. Какова наша задача сейчас? Наша задача, каким-то образом, закупить ракеты Шершень. И попутно найти, либо купить, либо захватить Аспитрейдер. Наш истребитель. Следующий, на котором мы будем летать. Что у нас с ракетами Шершень? С ракетами Шершень у нас очень все плохо. Давайте посмотрим энциклопедию. Где эти ракеты у нас продаются? Какие заводы мы уже знаем? Ракеты Шершень. Совместимы с известными кораблями. Вот. Доступно в известных ангарах. Док-оборудование Джентферка, паронистские док-оборудования. И паронистские док-оборудования в источнике Веры. У меня такое подозрение, что мы просто у паронидов не можем их закупить, потому что нам репутации не хватает. И продается как продукция на известных станциях. Мы всего два завода знаем, которые производят эти ракеты. Приют торговца это Утилади. Мы там все уже закупили. И обитель легенды это... Недавно открытый наш аргонский столичный сектор. Там мы тоже все закупили. Весь склад этих заводов. Осталось только проверить, наверное. Может на складе там продукции не хватает. Подкормить эти заводы. Или может у паронидов проверить, почему мы не можем закупить. Если у них... Если есть в этих доках оборудование, у них ракеты, то нам нужно поднять репутацию просто у них. И опустошить их доки оборудования. Закупить в них ракеты. Так, еще раз. Ракеты. Шершень. Проверим у паронидов. Наиболее мощное... Владение кардинала и источник веры. Владение кардинала и источник веры. Это вот во вновь открытых паронидских секторах. Вот здесь вот. Владение кардинала и источник веры. На доках оборудования. Нам куда-то... Кого-то послать нужно туда. Сомикой пошлем. Батарею побольше загрузим. Не столько, конечно. Стыковаться с... Во владении кардинала на док оборудования. Попробуем ее состыковать. Что у нас тут с заданиями? Ничего. Борода турука. Кайман тяжеловоз. Ну-ка посмотрим. Пересылаю данные. Задешево. Кайман тяжеловоз. Сплитский транспорт. 5000 трюм. Но проект едва не был закрыт. 3 на 25 щит. Блин, ну он... Ну он... Шустрый кораблик-то. 99. Давайте купим. Трюм хороший. Тебе на пересылаю данные. 69% корпуса. Наверняка задешево его продают. Давайте я возьму. Конечно возьму. И на сплитский док оборудования. Сразу закупаться оборудованием. Отошлем. Команда принята. Так, приобрели тут корабль по случаю подержанный. Но мы на наши торговые корабли тратим очень мало денег. Мы все их подержанные купили. И один транспортник даже захватили. Точнее пассажирский лайнер. Так, руда Меркурий, нет команд. А, да, надо сгрузить руду. А хотя он руду-то продает, пусть все, руда у него загруженная будет. Торговая, начать коммерческую деятельность, начать коммерческую деятельность. Все, сгрузил. Да, руду сгрузил на комплекс. По руде у нас достаточно уже половина склада станций заполнена. По батареям почти весь склад заполнен. Это хорошо. Главное, чтобы наши школьники сейчас летали и все покупали. А они летают и все покупают. Молодцы. Так, торговцы торгуют. Продавать товар по лучшей цене. Батареи, батареи. 10 штук батареи куда-то везет, что ли, парень-то. Что за прикол? А, он возвращается на комплекс. Продал батареи, оставил 10 почему-то. Так, стоп, он пешком идет. Он, нет, он возьми, здесь королевы. Нет, не пешком идет. Еще вот со стандартными командами, а если покупать, продавать батареи, парня, торговцы, стандартной автоматической команды, продавать по лучшей цене, он все батареи может спихнуть и себе на обратный топрыжок может и не оставить батарей. Вот чем плоха еще вот эта стандартная автоматическая команда. Так, я не знаю, за что схватиться. Так, чем мы занимаемся? Сейчас текущая наша задача. Ракеты шершень. Да. Ищем ракеты шершень на паранитском доке оборудования. Ну, как я и предполагал, да. У нас не хватает репутации, мы должны быть гвардеец-жреца. Может быть, следующий уровень репутации, может, через один. Но там... Здесь нет ракет шершень на паранитском доке оборудования. Посмотрим тогда в источнике веры на доке оборудования. Есть ли шершень. Сейчас нам нужно понять, стоит ли нам повышать репутацию паранитов. Тоже ноль шершней. Конечно же, нет. У паранитов можно не торопиться повышать репутацию. Тогда... Еще раз попытаемся запустить команду пополнить перепасы кораблей. нашего Меркурия склад. Ракеты шершней есть? Шершней нет. Тогда у нас суперзадача. Нам нужно снабжать два известных нам завода шершней ресурсами, чтобы они все-таки производили эти ракеты, чтобы у нас была хотя бы теоретическая возможность собрать все эти ракеты. В обидели легенды и в приюте торговцы. Давайте, значит, в обители легенды ракета Бэнши снято. Тот же наш Сомик туда отправим и посмотрим. Туда, кстати, нужно будет поставить... Давайте навигационных спутников купим, чтобы сразу забросить в эти сектора приют торговца и обитель легенды. Воспользуемся этой же командой пополнить припасы кораблей, техника, навигационные спутники или лучше улучшенных спутников купить. Да ладно, навигационных купим. Они и дешевле, и их больше, наверное, во Вселенной. На Сомик сколько мы? Ну, штук 20, наверное. Получится у нас штук 20 за раз купить? Фабрика навигационных спутников в наследие Ролка полетела за спутниками. Сейчас посмотрим. Он сразу 20 купит. Фабрика навигационных спутников. Да ни хрена, 3 он купит всего. Хорошо, а покупать по лучшей цене. Торговые. Дистанционная лучшая покупка. Навигационный спутник связи в пределах 30 прыжков. Может, найдет... В бороду Турука в спиритский сектор полетел. В наш, что ли? Да, в наш сектор полетел. Мы тогда ему мешать не будем здесь стыковаться. Полетим в тот сектор. А в бороде Турука у нас тоже фабрика навигационных спутников. Здесь всего 4. Ничего себе. Ладно, пусть... О! Сейчас лазерная башня на нас нацеливается. Она красная? Нет, слава богу, не красная. Лазерная башня. Отлично. Так, 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 так. Сомик, Сомик. Полетел за навигационными спутниками. То еще в далекий сектор-то, блин, надолго. Ну ладно, спутники нам нужно поставить. А у нас где-то есть спутники, по-моему, на кальмаре. Один всего есть. А мы сейчас кальмар куда-то пошлем. В обитель легенды, по-моему, поближе, чем на Джанферка. Или на Джанферка, или... Я уже забыл. Где у нас завод-то? Энциклопедия, ракеты, шершень. Приют торговца. Где обитель легенды. Тогда, кальмар, чтобы не оттягивать все это дело, не затягивать, пошлем обитель легенды, навигация. Черт, прыгнуть все... Да блин, у него прыжкового двигателя, что ли, нет? Я все время забываю. Это реально. Дополнительно обвинут грузами с... Вот на этой есть прыжковый двигатель, есть. Прыжковый двигатель. Перевод произведен. Вот так вот. А батарея есть на нем? Есть. Навигация, прыгнуть в сектор. Этот поближе посылаем. В обитель легенды. Команда принята. Как раз рядом с прыжковым маяком поставим спутник. Сообщение. Десантник. Он зашел на гермес. Хорошо. Так, кальмар в обитель легенды, поэтому выкидываем навигационный спутник и кальмар стыкуем с какой-нибудь электростанцией. Я знаю, что в холме. Ладно, есть. Так, еще один десантник там куда-то взошел. Что у нас с личным составом? Два десантника на гермесе и три десантника на кентавре свободных. Поэтому с кентавра... Подождите. Он с десантниками? Я его отправил, что ли? Господи. Прям. Кентавра возвращаем на военный ванпост 18 миллиардов, где мы всех прокачиваем. И передадим освободившихся на гермес. Так, все торгуют? Все торгуют. И шкалеры тоже торгуют. Этот у нас все еще снабженец. Да, печаль, беда. Так. Сомик. К навигационным спутникам идет. В обитель легенды мы спутник поставили. Давайте сейчас глянем. В обитель легенды. Что у нас там происходит на... Здесь вот. 12 шешней накопилось. Что за фигня? Надо саму тогда отдавать приказ-то. Не понял. Там уже 12 шешней есть, а что он не покупает? Ладно, он сейчас спутники купит. Торговые специальные пополнить припасы кораблей. А как так? Почему у нас модуль снабжения не определил, что там шешни есть? Или их недавно привезли просто, да? Наверное. Гавань королевы, меркурий склад. Ракеты. Ракеты шешень. Количество. Давайте чем больше, чем лучше. Команда принята. Ага, полетел. Первый военный транспорт. В обитель легенды полетел. Отлично. Простите, но меня кажется опередили. Цена на навигационный спутник. Здесь связь гораздо хуже, чем ожидалось. Так он закупил все-таки этот сон навигационный спутник? Горе с ним. Он вообще ни одного не закупил, что ли? Ого! Ну ты сон. Ладно, пусть летит. А на кальмаре у нас какие-нибудь модули есть? Типа снабжения. Программный модуль снабжения. Есть! Тогда мы его пошлем. Заправим батареями. Хорошенечко. И наш кальмаррейдер пошлем. Специально пополнить припасы кораблей за навигационными спутниками. Чтобы их наконец закупить. Меркурий склад выберем в качестве корабля назначения. Техника. КЛМН навигационный спутник связи. Не знаю, штук пять. Сильно не будем жадничать. Нам на самом деле штучки три, наверное, хватит. Куда полетел? Фабрика навигационных спутников в наследие Ролка. Что там? Сколько в наследие Ролка спутников? Наследие Ролка. Два всего. Ну и хватит. Так, отдадим новую команду. Торговлю вручную купить. Фабрика навигационных спутников. Навигационный спутник связи два. Сейчас это быстрый корабль. Я надеюсь, его никто не опередит. Не перекупит. Батарея у него 120 осталось. Я думаю, в приют торговца он сможет прыгнуть. Ну что у нас здесь вообще? Что происходит? Может нам батареями заправиться? У нас батареи еще нет. Есть батареи еще. Наших разведчиков ткнем. Полетим в другой сектор. В поисках заданий. И пока толкнем разведчиков. Ух ты, пиратская лазерная башня. Нанести на карту сектор. Успею, нет? 40. Успел. Вход в систему. Огонь. Румкар. А спецзащитник? Янив, мы соглашаемся. Сплитет будет сделано. Вас повысили. Ягуар. Ягуар мне не нужен. Это корабль М5 легкий. Сплитский. Да что же сплитеты вы так на задании-то жадны? Сейчас я... Бароны дают, сплиты не дают. И тело не дают. Что происходит вообще? Почему нам сплиты не дают задания? Я уже столько батарей потратил на прыжки в эти сплитские сектора. Давайте в облакар-анкар может слетаем. Так, кентавр на аванпосту. Дополнительный обмен грузами с гермес. На гермес передаем десантников с кентавра. Десантник, десантник, перевод произведен. Отлично. И с гермеса уже запускаем их на прокачку. Этот пусть технику. Техника подробный курс. Этот без разницы какой. Механика подробный курс. Этот технику подробный курс. Подготовка. О, боевая миссия. Наконец-то. Господи. Так, с десантниками-то разберемся. Этому... Механику. И этому... Тоже механику. Подготовка. Все, у нас тут тренируется вся наша шабла. С кентавра кто-то у нас на тренировке? Странно, но все. А интересно, у нас тут и кентавр, и гермес пристыкован. Да куда они будут сходить-то? Это вопрос. Сколько у нас вообще десантников? Личный состав. И куда они будут сходить? Ладно, посмотрим. Может кентавр вывести? Да, кентавр я, наверное, с аванпоста выведу. Где-нибудь пусть рядом торчит. На комбинате легкого вооружения. Какое-то сообщение. Не могу найти станцию, где можно купить ракета-шершень. Так, Сомик что-то там у нас там купил. Или не Сомик? Кто у нас покупал-то? Не понял, шершни-то у нас... Мы кого посылали за шершними? Ваш Сомик. Не могу найти станцию, где можно купить. У нас опять перехватили, что ли, шершень? Да ты, Сомик, ты вообще тормоз, да? А, он все, он все сгрузил на склад. Шершни закупил. Еще 12. А в приюте торговца сейчас нам нужно посмотреть. Кальмар Рейдер, по-моему, закупил навигационные спутники. Мы его сейчас... Стыковаться с... Нет, навигация, прыгнуть и лететь в точку. До приюта торговца он доскачет нас? Доскачет. Сектор не такой уж и большой. Прыжковый маяк есть здесь, а лазерная башня, интересно, здесь есть. Телодийская лазерная башня, да. Рядом с лазерными башнями поставим. Спутник. Все, кальмар пусть прыгает туда. А мы посмотрим, что за боевая миссия. Всего одна. М-4 корабль сплиты продают. Задорого. И всего одно задание. И наверняка опять... Не сплиты дают. Наверняка на убийство какое-то. Вы говорите... Нет, сплит. Убить. Убить бедного барона. Ладно, убьем. Чего бы нет. Так, в секторе огонь ранкар. Сектора мы уже все изучили. Главное сейчас с вратами не облажаться. Пиратский Нова пилотирует этот корабль. Ну, прыгай. Кажется, ошиблись с вратами. Северная врата. В 48 километрах это новость. Северная врата. Прыгаем. Ракета Вэнши снята. Угу. Вот он. Подойдем поближе и быстренько в него. Просто всю энергию валим. Прекратить огонь. И валим. Валим отсюда. Собьют наши турели. Сбили. Ракетка. Так, гордость Турука. Меркурий тяжеловоз. Да вы издеваетесь. 100% конечно же я не куплю. Зачем мне такой дорогой корабль? Так, еще 170 тысяч доработали. Репутацию чуть у сплитов, я надеюсь, подняли. Друг семьи, 74%. У нас достаточно крепкая репутация уже у сплитов. Кальмар Рейдер в приюте торговца уже на нужной точке. Сбрасываем спутник. Кальмар Рейдер отправляем на солнечную электростанцию. Большую биржу. Сбеговка разрешена. Команда принята. Так, в приюте торговца смотрим. Производственный комплекс с ракет высокой мощностью. Здесь не хватает батарей. Ну что ж, батареи мы привезем? Не вопрос. Батареи мы привезем. У нас батареи просто море. Кто у нас это сделает? Вот какого-нибудь продажника сейчас батареи снимем. Где он? В возмездии королевы. Куда летит? А, садится на станцию. Стыковаться с комплексом. Комплекс. Вернем его. Команда принята. Так, руда продается. Руда закупается. Батареи закупаются. Отлично. Школьники прокачиваются. О, сразу торговец наш Лунь Рейдер стал. Срочно. Срочно его стыкуем. Он где у нас? Приписан к фабрике биогаза. Срочно стыкуем. Комплексу. Переводим торговца. Коммерческого агента на наш транспорт. На закупщика батареи сейчас пустим его. Нет. На продажника руды. Закупщик батареи у нас будет сейчас занят. Так, он еще в космосе стыкуется. Продажник батареи. Сейчас пристыкуется и мы будем пополнять ресурсами фабрики тяжелых ракет. Чтобы шершни-то наши производились. Так, здесь что у нас? 105 единиц артефакты. Блин. Семья Зейн. Привезти бы, а? А на чем мы можем столько привезти? Вы говорите, вот чего я хочу. Скорее всего, при выполнении заданий, если ты встретишься с трудностями, ну как интересно. На нашей копотилке я смогу эти артефакты привезти? Сколько они занимают Трюма? Еще бы знать. Опять в энциклопедию полезем сейчас. Если там вообще есть эти артефакты. Другие товары. Так, другие товары. Нет, наверное, нету никаких там артефактов. Потому что это... На то они и есть артефакты, чтобы не знать, что они из себя представляют, да? Нету здесь особые объекты. Может, вот здесь есть артефакты? Нет, конечно, никаких артефактов. Расы, корпорации, корабли ангара, другие товары. Биотовары. Минералы. Непонятно, сколько занимают эти артефакты. Вы говорите с автоматической системой. Блин, ну отказываться? Давайте согласимся. Освободим 100 единиц Трюма у нас. Это нам почти все батареи выкинуть надо. Сколько нам батарей? Блин. 50. У нас есть? Нет, нету. Ёшкин кот у нас не хватит. 10 батарей хотя бы оставить в соседний сектор. И выгрузить нам нужно 68 батарей. 67. Батареи выброшены. 152? Да. Сейчас теоретически хватит. 100 единиц Трюма есть. А артефактов-то сколько? Ой, господи, не посмотрел. 105. Черт! Тогда выгружаем еще батареи. Потому что не влезет у нас. Еще две батареи нам нужно выгрузить. Вот это жесть. Батареи выброшены. Вот теперь теоретически 105 артефактов у нас влезет. Теоретически опять же. Да здравствует семья Ранкар. Правящая династия Сплитов... Ну, влезло, нет артефактов. Уже толкались? Нет. Контакт с местной торговой сетью. Нет. Стыковаться с кремниевой... А, подождите. Стоп. Че я тут намудрил? Стыковаться с кремниевой шахтой Аль-Альфа в секторе семья Зейн. Нам нужно прыгнуть туда в семью Зейн. Поэтому поднимаем батареи обратно. Че-то я тут намудрил, намухлевал. Автопилот включен. Че-то не успею, наверное. Семья Зейн — это соседний сектор. Поэтому... Автопилот отключен. Хотя бы пяти батарей хватит. Еще раз. Кремниевая шахта Аль-Альфа. Какие ближние врата? Кремниевая шахта Аль-Альфа. О-о-о. Северные врата ближние. Прыгаем в северные врата. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. 20. Вход в систему. Семья Зейн. Кремниевая шахта Аль-Альфа. Кремниевая шахта Аль-Альфа. А вот теперь выкидываем батареи. Нужно оставить 5 батареи. Значит, выкинем 61. 61 батареи выкидываем. 5 батареи оставим. Блин, так-то бы 10 оставить, но нам... Может, ракету Банши выкинуть? Я даже не знаю. А, дроны выкинем сейчас. Ёшкин кот. Обратно за батареями. Выкинем дронов. Бог с ними. Катапультирование. Да все 6. Что-то пока химичу, сейчас время пройдет все. Дроны выкину. Быстренько на рудную шахту. Команду всем дронам. Всем кораблям в секторе. Боевым дронам. Защищать меня. Пусть они за мной летают. Но выживут, выживут. Не выживут, не выживут. Сколько они будут жить? Энергия 96%. Так-то быстрая энергия убывает. На 10 минут их не хватит. Да я за 10 минут и 6 всего осталось минут. Короче, не успеваю. Что-то я мурыжу-мурыжу. И похоже, я не успеваю. А сколько у Марк-2 дронов скорость? Давайте посмотрим. 200 метров в секунду. Но за нами они точно успевают. Подобить сплит согласен. 6, мать его, так, минут. Да я даже до этой рудной шахты долететь не успею за 6 минут. Так, кто что у нас. Продажник батареи, значит, здесь. Батареи снимаем. И стыкуемся стыковаться с... Приют торговца, производственный комплекс, ракет высокой мощности. Везем туда батареи. По времени что? 3 минуты осталось. Да, конечно, я вернуться не успею. Так, стоп. Нам сейчас нужно трюм-то освободить. 84 батареи, а должно быть... 150. 150. Это у нас 34. Нам надо выкинуть батареи. Катапультирование. 33. 34 выкидываем. И таким образом 105 у нас единиц трюма есть. Может оказаться, что артефакты не одну единицу трюма занимают. А две, и тогда все обламывается. Тайковка выполнена. Да здравствует семья. Ну. Освободи место. Да, понятно. Твои отсеки полны. Да идите вы нафиг, блин. Что-то я мурыжил, мурыжил. Как мне дронов сейчас подобрать? Навигация всем боевым кораблям в секторе, боевым дронам. Следовать за мной. Доманда принята. Дебилы, блин. Батареи сейчас подберем, естественно. Хотел я все-таки выполнить миссию, но... Обломс. Сканировать нелегальные товары не хочу. Не хочу. Сопровождать ваш транспорт тоже не хочу. Невыполнимая задача. Я лучше буду кормить заводы тяжелых ракет. Так. Где наш завод? Где наш торговец? Продавец с батареями. А, сейчас будет неспешно ползти на завод, да? Хорошо. А что у нас с заводом, который в обители легенды? Этот завод производит реактивные... Всего хватает. Здесь, похоже, все нормально. С ресурсами. И ракеты сейчас здесь будут производиться. Но очень долго, наверное. Всего два завода. Вот это жесть. Это очень мало. Надо еще где-то заводы разведывать. А для этого нужно пинать наших разведчиков. Чего они там разведуют или нет? Великий каньон. Ну, давайте в следующий сектор пролететь через врата. А этот, где скрытое владение. Облетел этот огромный сектор. Сейчас посмотрим, что там. Что за неизвестный сектор там. Так, стоп, 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 стоп. Батареи надо поднять. Сейчас еще дронов собирать, блин. Дрончики всем кораблям в секторе. Боевым дронам. Как бы их остановить-то, чтобы они стояли, а не дергались. Придется по одному. Жалко, их нельзя пристыковать. Шесть штук сейчас вручную собирать-то нехило. Грузовой отсек сейчас содержит. Грузовой дрон МАРК-2. Грузовой отсек сейчас содержит. Грузовой дрон МАРК-2. Грузовой отсек сейчас в общении. Что там им надо опять? Какие-то у меня... Миссия провалена. Конечно, провалена. Какие-то невыполнимые миссии мне даете? Блин, промазал. Так хорошо подбирал и промазал. Я надеюсь, репутацию нам не сняли. Так, хорошо. Кремниевая шахта, стыковка разочтанта. Так, ну что ж. Наш торговец еще не пристыковался случайно? Нет, ему еще и пилить-пилить. Ракеты высокой мощности. Тогда я ему отдам команду торговли ручную. Сколько у него батарей в трюме? Батарея у него 5440. 5100 батарей пусть сейчас продаст. Торговые. Торговые вручную продать. Производственный комплекс ракет высокой мощности Альфа. Батареи 5140. Пусть продает. Я надеюсь, никто нас не опередит. А то зря гнали батареи. На строповое масло сюда бы еще подогнать. На этот завод. Но в первую очередь, конечно, батарея. Иначе здесь, по-моему, производство вообще стоит. Ну а пока на этом закончим. Тогда продолжим в следующей серии. Пока, всем пока. С вами был Радиус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Стыковка выполнена. Да здравствует семья Ранкар. Правящая династия Сплитов всегда рада старым друзьям. Контакт с местной торговой сетью.